У меня нет плак. Я их постоянно проёбываю. То забываю снять их перед купанием, то просыпаюсь уже без них после каких-нибудь культурных мероприятий. Короче, у меня нет плак. Но зато есть два любимых дерева. Я называю их парочка. Это два самых красивых и необычных дуба, которые я видел в своей жизни. Все деревья давно уже стоят голыми, а этот даже еще не все листья сбросил. Я спилю по веточке с каждого дерева, чтобы потом сделать из них плаги. Я взял с собой вот такой вот лобзик. И господи, чем я только думал. Это самый неподходящий инструмент для этой цели. В общем, с горем пополам у меня получилось. Как-то вечером с ребятами решили разложить плоский мир. Ну, играем все такие. Я тут замечаю, что жетон неприятности идеально подходит не в ухо. На данный момент 16 миллиметров мой размерчик. На теплых трубах за неделю ветки уже высохли. Сейчас выбираем место с нужным нам диаметром, плюс небольшой запас. Я так посмотрел, все плаги в среднем по ширине где-то один сантиметр. Ну, ок. Для дальнейших операций нам понадобятся тиски. Ну, и что-нибудь пилющее. В моем случае это электролобзик. Давай. Дальше будем работать вот с этим мини-пеньком. Чтобы не повредить заготовку грубыми тисками, я изолирую их с помощью импровизированной подушечки из салфетки и малярной ленты. Напильником снимаем корову и доводим плашку до нужного диаметра. Тут сгодятся напильники всех видов, но плоский показался мне более удобным. В принципе, можно прямо такую оставить. Не. Для того, чтобы плашка надежно обхватывалась мочкой и не ерзала, я сделаю углубление по центру. После того, как отметил большим круглым напильником вмятину, дорабатываю неровности более мелким инструментом. А вообще, если напильника нет, то можно обойтись карандашом, обмотанным наждачной бумагой. Не то же самое, конечно, но всё же. Меняем шкурку на более мелкую и вплоть до нулёбочки. Чтобы придать плагам тон и проявить все их древесные узоры, погрузим их в льняное масло где-то на часик. Теперь нужно позаботиться о том, чтобы плаги не впитывали воду и чувствовали себя комфортно во влажных условиях. Я обращусь к приему под названием вощение. Пропитаем наши плаги воском. Для этого нам понадобится любая термостойкая ёмкость и источник тепла. Пчелиный воск довольно просто достать, он очень дешёвый. Вот такой брикетик, как у меня, стоит около 70 рублей. Разрезаем на кусочки, чтобы он быстрее растаял. Как известно, воск отталкивает жидкость. Нужно наделить плаги точно таким же свойством. Для того, чтобы он впитался как можно глубже, плашки желательно хорошенько нагреть. Готово! Избавляемся от излишек налившего воска и всё. Раньше мне приходилось отдавать за пару около 600 рублей А оказалось, что можно особо не напрягаясь Меньше чем за вечер скрафтить себе вот таких вот малышек Вторую пилку запорол, Гавыла Я не буду нового Я пошел, блять, спилить ветку И у меня руки оказались из жопы Это тебе, блять, не в ухе дырки делать, блять Нахуй пакет нужен, блять, несу в руках